Отель «Эрмитаж» стал временной резиденцией Диего Марадоны во время его визита в Брест. Здесь же прошла большая пресс-конференция 58-летней легенды мирового футбола, а по совместительству председателя правления футбольного клуба «Динамо Брест». Этот факт многие считали фейком, а в приезд вообще мало кто верил. Но Марадона в Бресте и готов выполнять обязанности, прописанные в договоре с клубом. Для меня было очень приятно, что мне предложили позицию президента клуба. Я увидел, что это серьезный проект, и если я закончу карьеру в Бресте, то останусь здесь жить. Я приехал, чтобы сделать «Динамо Брест» командой, которая готова бороться. Я хочу тренировать, дать лучшее из моей карьеры и опыта, который я приобрел в различных чемпионатах. На пресс-конференции Диего Марадона подтвердил, что будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию «Динамо Брест». Мне очень нравится, как подходят к вопросу люди, которые сделали мне предложение, и как относятся к футболу в Беларуси. Мы также разговаривали, что если улучшим футбол, мы улучшим ментальность игроков, и мы не дадим людям, которые проповедуют футбол из компьютера, выиграть у нас. Ребята должны отдаваться полностью на поле, так ты забудешь про компьютер. Футбол на свежем воздухе – это лучшее, что есть. Еще одна подтвержденная официальная новость – это планы и проекты построить в Бресте стадион на 30 тысяч человек. Новый спорткомплекс планируется назвать в честь шейха Заеда. В районе Каменецкого кольца уже осваивается новая площадка, на которой появятся соответствующая инфраструктура и бизнес-центр. Отдельный акцент – это Академия Марадонны. Футбольная академия, как сказал Даджидин, создана для того, чтобы мы находили по всей стране и даже за ее пределами, за рубежом, лучших игроков, подбирали только лучших. И эти дети – это те, кто будут выигрывать либо Европу, либо чемпионов, и замахнемся больше в чемпионаты Европы и мира. По окончании пресс-конференции Диего Марадона оставил автограф на мяче. Позже он будет выставлен на аукцион. Средства пойдут на благотворительность, а мяч украсят чью-то коллекцию. К слову, у брестского коллекционера Георгия Дарбуашвили немало подобных раритетов, посвященных Марадоне. В фойе отеля известный брестский тренер устроил настоящую выставку, главным героем которой стал легендарный аргентинец. К тому же знаток футбола наконец-то исполнил свою мечту 30-летней давности – сфотографировался с железным командантом Диего. Первая охота была, в кавычках, Спартак Наполи в Москве. Простоял на весу, столько людей так зажали, что метров 20 не дошел. Невозможно было. Он в шубу одел, полицейские рядом, милиционеры автографы берут, 90-й год был. А потом было и в Европе, и в разных городах, когда приезжал из-за сборной Аргентины. Так и не доходил. А вот получается он сам пришел. Знакомство Диего Марадоне с клубом продолжилось на матче «Динамо-Брест-Шахтер». До отказа заполненный 10-тысячный стадион приветствовал легенду Стоя. Футболист произнес короткую напутственную речь и сделал круг почета вдоль трибун. Перед поединком Диего лично поприветствовал футболистов, судей и тренеров. Его личность, считают болельщики, должна еще больше смотивировать команду и подстегнуть фанатов. Я считаю, что вот эта легенда должна смотивировать наших ребят. И поэтому продвинуть нашу команду, наш клуб, наш город дальше, выше, выше и выше. Безусловно, она поможет не только клубу, но и болельщикам, городу, футболистам, для того, чтобы это будет их мотивировать на победы, достижения, для того, чтобы выиграть все-таки чемпионат. Напряженный по накалу матч «Брест» и «Динамовцы» проиграли, уступив «Шахтеру» на второй стадии группового этапа со счетом 1-3. Вместе с тем у клуба появились новые возможности и открылись действительно широкие горизонты. Главное – уметь вставать после поражения и снова идти в бой, как железный Диего.